Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Система проведения тендеров позволяет значительно экономить бюджетные средства коммунальному предприятию управления капитального строительства. И о работе именно этого предприятия мы сегодня поговорим с его руководителем Вячеславом Близнюком. Вячеслав, здравствуйте! Итак, какими объектами сейчас занимается управление капитального строительства? Управление капитального строительства осуществляет работу на более чем полторы тысячи объектов коммунального хозяйства города. Это объекты инфраструктуры, школы, детские садики, инженерные сети, дороги, ремонты лифтов. В том числе? В том числе. А сколько всего средств выделено из бюджета? В 2016 году выделено 560 миллионов. Их надо все освоить? Надо осваивать все эти объекты, средства, чтобы все получилось хорошо. Сейчас предприятие активно проводит тендеры. Как с этим обстоят дела? В полном соответствии с законом о государственных закупках готовятся необходимые требования к предприятиям, к их квалификации, к их экономическому состоянию. И выкладывается все это на сайт госзакупок. Компании, участники готовят предложения, в назначенное время подают предложения, их рассматривает конкурсная комиссия. У нас тендера проходят очень часто с участием журналистов, представителей общественности. То есть они абсолютно прозрачные? Абсолютно прозрачно все это проходит. После этого определяется уже победитель, делаются все необходимые процедуры и компания приступает к работам. То есть любая компания может принять участие в тендере, если она соответствует тем параметрам, заложенным в самом тендере? Они соответствуют требованиям, которые мы выставляем. Требования все наши в полном соответствии с законодательством. Поэтому ничего... А скажите, это может быть только запорожская, украинская компания, либо же даже, допустим, какая-то зарубежная фирма может принять участие? Закон о госзакупках позволяет участвовать всем, кто может выполнить эти объемы. И скажите, как, насколько активно вообще принимают запорожские, не только украинские компании в тендерах? Ну вот на сегодня среднее количество компаний, участвующих в тендерах, 4-5 на каждый тендер получается. Так что... То есть конкуренция присутствует? Конкуренция присутствует, да. Давайте немножко поговорим о санкциях для недобросовестных подрядчиков. Ну вдруг приходит какая-то компания, которая дает хорошие условия, она побеждает в тендере, но потом в результате она либо же не укладывается в сроки, либо же некачественно выполняет свою работу. Предусмотрены ли какие-либо санкции для таких подрядчиков? У нас в договорах прописана ответственность подрядчика по срыву сроков, по качеству. Ведем претензионную работу, обращаемся в суд, правоохранительные органы. То есть надежно защищаем бюджет города. Ну а вообще сталкивались уже с такими случаями или нет? Да. У нас на сегодня достаточно большое количество запросов, находящихся в правоохранительных органах и в судах. А скажите, где запорожцы могут следить за тендерами, кроме официального сайта госзакупок? Для того, чтобы донести как можно проще информацию нашим компаниям, мы создали сайт, на котором выкладываем ту же самую информацию, которая, собственно, и лежит на сайте госзакупок. Просто мы сделали, чтобы это было людям проще искать. Сколько всего тендеров уже прошло на данном этапе? Нам осталось провести всего тендеров 15. То есть основная масса уже завершена. И скажите, по их итогам можно ли говорить о какой-то существенной экономии? Вернее, она есть, но есть ли какие-то конкретные цифры? На сегодня у нас порядка 18 миллионов экономии. Мы эти деньги дали предложение по перераспределению. И уже даже часть средств направлена на социально значимые объекты. А что значит социально значимые объекты? Можно поконкретнее немножко? Ну, сэкономленные деньги были направлены на строительство дома семейного типа в поселке Тепличный. Это была ваша инициатива, ваше предприятие? Ну да, мы вот увидели экономию и решили, что надо построить этот объект. Закончить. Он уже, в принципе, уже готовность у него достаточно высокая, поэтому его надо заканчивать. То есть его надо просто уже завершающие работы привезти? Да, депутаты нас поддержали на сессии, так что все получилось. То есть получается, УКС у нас теперь еще и социально ответственное предприятие. А скажите, вот, может быть, вопрос будет немножко неудобный, но, тем не менее, раньше, до, скажем так, вашего прихода на должность руководителя предприятия, оно считалось достаточно коррумпированным предприятием. Столкнулись ли вы, вот придя на должность руководителя, вот уже внутри, увидели вы эти составляющие, либо же нет? Что пришлось менять кардинально в работе самого предприятия? Ну, вопрос о коррумпированности это к правоохранительным органам, не моя эта компетенция. Я просто организовываю процесс так, чтобы он был в полном соответствии с требованиями законодательства. И все-таки, вот можно ли среди этих объектов, их более тысячи, выделить какие-то вот первоочередные, наиболее важные? Ну, это, наверное, нельзя этого сделать, потому что каждый объект, он важен. Вот, для кого-то важен теплощетчик, установленный в доме, для кого-то лифт, который позволяет людям подниматься на их этаж, вот, инвалидам. Кому-то нужна дорога, кому-то мост, вот, все объекты нужны городу, поэтому все у нас, они на одинаковом контроле, и все мы ведем с одинаковой долей ответственности. И все они важны по-своему. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был руководитель коммунального предприятия управления капитального строительства Вячеслав Белезнюк. Нам же остается только пожелать прозрачных тендеров и плодотворной работы.